Здравствуйте, коллеги! Представляю вам новинки московской редакции проектной группы «Популярная психология». Начать мне хотелось бы с нашей новой серии, серии по детской психологии, которая называется «Осознанное родительство». Для этой серии мы выбрали специалистов, уже знакомых российскому читателю, прежде всего, посредством своих блогов в Инстаграме. Понятно, что такие авторы предполагают продвижение, продвижение, которое изначально заложено в эти проекты. В том числе у нас есть договоренность о взаимном продвижении между авторами серии. Серию будут отличать серийные обложки с удобными клапанами. Здесь вы видите картинку с первой книгой, уже вышедшей. Другие обложки будут выдержаны в том же стиле. Все книги серии будут направлены на решение, в общем-то, вечно актуальных проблем родителей, вопросов. Макеты сделаны достаточно понятно, структурированы хорошо, так, чтобы читатель мог не зарываться, а сразу находить решение проблемы. Вот первая книга серии. Она называется «Как наладить сон ребенка». Написана известным детским сомнологом, автором блога «Слипэксперт» и основателем Центра детского сна «Слипэксперт». Книга включает всю необходимую информацию для родителей о детском сне, как для родителей детей как младенцев, так и детей немножко подросших. То есть это и основные методики режима самостоятельного засыпания, и выбор аксессуаров для сна, и для детей постарше – это всякие ночные страхи, игры с гаджетами перед сном и так далее. В книгу также включены единственные сонные сказки, написанные, опять же, очень известным, хорошо известным и специалистам, и родителям, сказкотерапевтам Ольгой Хухлаевой для издательства «Питер». То есть вот книга предлагает абсолютно комплексное решение всех проблем с детским сном. О книге уже написал проект «Семья.ру», вышел три публикации, журнал «Собака.ру» вышла одна публикация. Ну и мы ждем постов о книге, совместных эфиров, розыгрышах, книг с автографами от психолога, известного в Инстаграме Натальи Преслер, «Ложка меда» и Яны Катаевой. Следующая книга серии, она только готовится к выходу, выйдет она в конце декабря, во второй половине. Книга Натальи Преслер, психолога с аккаунтом в Инстаграме, с самой лояльной, самой вовлеченной аудиторией. Там огромное количество лайков, огромное количество комментариев, и для нас это значит, что Наталью Преслер читают люди, которые вообще в состоянии читать, в состоянии обсуждать, а значит, среди ее подписчиков максимально большое количество потенциальных читателей, то есть людей, готовых купить книгу, а не просто смотреть блог и нажимать сердечко. Значит, книга посвящена сложным разговорам с детьми, то есть это разговоры на темы секса, на темы развода родителей, рассказ о том, как объяснять ребенку, что вроде бы взрослых нужно слушаться, но не всех и не абсолютно, то есть это разговоры об опасных незнакомцах. Я отмечу, что когда мы составляли содержание этой книги, мы изучали статистику запросов, и вот самые популярные, самые многочисленные запросы на тему, как говорить с ребенком о, вошли в эту книгу. Книга тоже будет хорошо структурирована, в серийной обложке, и, собственно, продвижение. Во-первых, я скажу, да, с некоторой гордостью, что одновременно с нами к Наталье Преслер обратились три крупных издательства, и, ну, собственно, у нас была достигнута договоренность, что книги по детской психологии она делает только с нами. Значит, в этой связи мы рассматриваем книгу как приоритетный проект и планируем сделать креативную рассылку, то есть это подарочные боксы с книгой крупным блогерам, ну, и, соответственно, взаимное продвижение, как я уже говорила, с другими авторами издательства. Посты и совместные эфиры, розыгрыши книг будут в блоге «Слип Эксперт», в блоге «Яна Катаева». Следующая книга мы тоже поставили в серию «Осознанное родительство», ну, ввиду того, что это наша новая и, возможно, в дальнейшем любимая серия, и потому что автор тоже, конечно же, очень хорошо известен российским читателям и специалистам. Может быть, если вы не узнаете автора по фамилии, я скажу, что, значит, Ольга Владимировна Хухлаева написала книгу «Лабиринты души». Это терапевтические сказки, которые выдержали 15 переизданий. Значит, здесь, если в первой книге «Как наладится сон ребенка» были всего три сонные сказки, ну, и, соответственно, они не были проиллюстрированы, то здесь речь идет о книге с большим количеством сказок, около десяти что-то, сейчас вот я почему-то вылетела, у меня это было с головой, по-моему, порядка десяти сказок там. Сказки все проиллюстрированы, иллюстрации мы обсуждали с автором. Значит, в иллюстрациях книги не используются яркие цвета, они выполнены на крафте. Все это сделано для того, чтобы ребенок, рассматривая эти картинки перед сном, значит, мог успокоиться, увлечься, одновременно успокоиться и, в общем-то, крепко уснуть, чтобы ребенок не возбуждался от ярких красок. Отдельно мы ждем публикацию в «Психологис» об этой книге, и, безусловно, по книге мы будем делать продвижение, потому что этот проект видится очень перспективным. Значит, покажу иллюстрации, не удержусь. Вот такие милые животные будут изображены в книге. Значит, следующий раздел – это личная эффективность. Книга «Эффект альтер-эго», она уже вышла. Книга, если в самом общем виде, она содержит, она написана достаточно очень известным в Америке одним из самых влиятельных, можно сказать, коучей высокой эффективности, личным консультантом множества медийных лиц, она содержит оригинальную методику, которая помогает перейти, вот как сейчас принято говорить, в ресурсное состояние для любой важной ситуации. То есть собрать и активизировать, причем активизировать быстро, все свои самые необходимые качества для важного разговора или для публичного выступления, или для какого-то карьерного рывка, потому что все мы знаем, что в разных сферах нам нужны разные качества. В качестве самого простого примера могу привести, вот мы приходим, для того, чтобы быть эффективным на работе, нам, может быть, нужна жесткость и последовательность, но когда мы приходим вот в этом рабочем состоянии домой, нам достаточно сложно быть, хорошему начальнику достаточно сложно с теми же самыми качествами прийти домой и стать хорошим отцом. Вот как переключаться с этого отца на начальника, с друга на коллегу и так далее, из одного состояния в другое, переключаться быстро, потому что Тодд Херман прежде всего тренер личной эффективности для олимпийских спортсменов, и он специализируется на случаях, в которых у человека нет много времени, чтобы к чему-то подготовиться, он должен прийти, переключиться в самое нужное, самое эффективное состояние и начать делать, начать действовать эффективно. Вот об этом пишет Тодд Херман, и об этом его действительно оригинальный методик. Он учит читателей переключаться в альтер-эго, наиболее эффективное в той или иной ситуации. На книгу писал отзыв Роман Тарасенко. Это спикер, блогер, автор книг, в частности, «Метод большого пряника», вот, мне кажется, самая известная его книга. И в своем блоге он делал обзор на эту книгу, потому что книга ему очень понравилась. Также книгу ушла на два YouTube-канала, достаточно крупных, в частности, «Бук Академия», это 200 тысяч подписчиков. И мы ждем обзора на нее. Следующая книга готовится к выходу. Вы здесь видите оригинальную обложку, у нас будет другая. Вот она в процессе подготовки. Книга Джуди Хо, она называется «Миллион шансов. Как научить мозг не упускать возможности, достигать цели и воплощать мечты». Эта книга, ну, в общем-то, такое бинго в сфере, в направлении личной эффективности, потому что она от нейропсихолога и профессора психологии с одной стороны, а с другой стороны от телеведущей. То есть это очень серьезная информация, поданная очень доступно. Книга, в общем-то, вы видите оригинальное название «Стоп селф саботаж», она о том, почему наш мозг запрограммирован на консервативность, на то, чтобы нас тормозить, на то, чтобы мы боялись рисков зачастую больше, чем ждали награды. И как сделать так, чтобы желание награды и стремление к ней было больше, чем страх перед рисками, ну, в разумных пределах. То есть как перестать мешать самому себе с точки зрения нейропсихологии. Книга – это не просто рассуждение, она такой, знаете, полноценный тренинг с нейропсихологом. То есть в каждой голове автор дает задания, показывает, как эти задания проходят ее клиенты и предлагает, собственно, читателю эти задания пройти. Предполагается, что к концу книги, и с большой вероятностью так может случиться, читатель преодолеет вот этого внутреннего врага, который мешает двигаться ему вперед. На эту книгу мы ждем отзыв Филиппа Кузьменко, автора медицинского блогера и автора книги «Мозговодство». Книга примечательна прежде всего тем, что она будет одинаково интересна и читателям книг по личной эффективности, таких как «Несы», «Ответ», и читателям книг про мозг, таких практически применимых книг, ну, как тоже «Мозговодство», например. Значит, теперь переходим к разделу «Психология для женщин». И первая книга, книга Каролина Ашкеназия, «12 недель до мечты», книга необычного жанра, роман-челлендж. С одной стороны, это такой достаточно легкий, сентиментальный роман. Для поклонниц есть молиться-любить, дневник Бриджит Джонс и, в общем-то, женская сентиментальная проза. Героиня, женщина немного за 30, с достаточно распространенными, ну, знакомыми большинству проблем. Она хочет похудеть, глядя на худых звезд шоу-бизнеса и мучается от этого, и все время сидит на диетах. Она ищет любовь, потому что пока она живет одна в студии в центре Парижа с котом. У нее есть работа, но, в общем-то, это ее не вдохновляет, она хочет как-то реализоваться. И в какой-то момент своей жизни, совсем в момент, когда ей особенно грустно, она встречает такого загадочного коуча, который в книге постоянно идет, идут намеки на то, что на самом деле это такая современная Мэри Поппинс для взрослых. Этот коуч предлагает выполнить ей 12 заданий по саморазвитию. Ну и по мере... Значит, в процессе повествования мы знакомимся с героиней, с тем, как она выполняет эти 12 заданий за 12 недель, и жизнь ее меняется. То есть в конце у нее есть прекрасный мужчина, принятие своего тела, замечательная работа. После того, как роман закончен, героиня обращается к читательницам и дает им те же самые 12 заданий. В конце книги есть тетрадь, где эти задания прописаны и предусмотрено место для их выполнения. Понятно, что, да, говоря о каких-то преимуществах книги, во-первых, она, ну, уникальна по своему жанру и позволяет совмещать приятное легкое чтение с практиками по саморазвитию. Во-вторых, ну, в общем-то, проблема главной героини, понятно, наверное, будет многим читательницам. Ну и да, мы, в общем-то, считаем книгу перспективной, поэтому сейчас мы организовываем креативную рассылку, то есть делаем рассылку подарочных боксов с книгой крупным блогерам, чтобы рассказать о ней читателям. Следующая книга раздела психологии для женщин тоже очень неординарная. Я сейчас объясню, почему. Казалось бы, тема достаточно простая. Книга о женском одиночестве. О том, как женщин пугают 40 кошками в 30, о том, как женщинам навязывают миф о неполноценности в случае, если они делают выбор, там, да, не в пользу семье, а в пользу карьеры. О том, почему мы так относимся к одиночеству и как с этим быть. Как вот горькое и гнетущее одиночество превратить в ощущение свободы, в одиночество продуктивное. Книга очень интересная, потому что, во-первых, она содержит ответы на какие-то вопросы, которые, ну, в общем-то, повсеместно возникают, там, начиная от того, в чем особенность отношения к одиночеству и отношения между полами в нашей стране, и почему, откуда они взялись, эти особенности. И заканчивая вопросами такими остро актуальными, например, о том, почему именно сейчас так сильно выросло количество разводов в нашей стране. Собственно, при том, что автор, в общем-то, неизвестный, мы взяли эту книгу именно за вот эту неординарность, за большое количество таких интересных идей. Книга не скучная, это не просто рассуждение. К каждой главе написаны истории. Эти истории похожи на такие, знаете, полноценные рассказы. Героини произведений. Книга, кстати, будет интересна, с одной стороны, и женщинам, придерживающихся таких прогрессивных взглядов, ну, околофеминистичных взглядов, и, в общем-то, феминисток, феминисткам, и женщинам совершенно от всего этого далеким, потому что женщины из примеров это простые женщины, далекие абсолютно от феминизма, которые вдруг понимают справедливость вот таких прогрессивных идей. Соответственно, книга подходит абсолютно всем женщинам. По основному своему посылу она совпадает с «хочу и буду», то есть как делать то, что ты хочешь, а не то, что тебе навязывает общественное мнение или окружение. Одна из «Счастливой альпины», ну, и других книг о том, как верить в себя и быть самодостаточным, самодостаточной. В этом случае мы ждем отзыв на эту книгу от главного редактора «Ева.ру» Ольги Ксалаповой, ну, и, конечно же, втайне рассчитываем на освещение книги на этом популярном ресурсе. Так, собственно, всегда бывает, когда редактор ресурса дает отзыв. Еще две книги из серии «Психология для женщин» это «Новая жизнь» наших любимых книг. Значит, мы взяли две книги. Книги эти... На книге эти были замечательные положительные отзывы от читателей и от специалистов и решили дать им новую жизнь. Дать им новую жизнь по той причине, что мы знаем, в общем, все, что сейчас особенно актуальны на российском книжном рынке стали темы «Психология отношений», «Семья», «Любовь», «Мужчина» и «Женщина». «Психология отношений». Во-вторых, мы знаем, что это хорошие тексты. Мы решили обновить их обложки, дать им более продающие названия и, главное, добавить рекомендации, то есть предисловие, знак качества от гуру российской психологии. Я бы даже сказала, в одном случае от гуру российской психологии, в другом случае от гуру российской популярной психологии, потому что, значит, тогда давайте конкретнее. Вот первая книга – это Яна Катаева. Книга называется «Какая такая любовь у нас же дети». Ее читатели знают под этим названием. Мы добавили подзаголовок, чтобы все стало понятно, как сохранить любовь в паре после рождения ребенка. В общем-то, о чем книга, ну, понятно. У Яны Катаевой достаточно лояльная тоже аудитория. Она блогер, я напомню, помимо того, что она психолог. Книга ориентирована на читателей всех книг о, собственно, семье, о том, как наладить отношения в паре. Это «Обними меня крепче», «Семь языков любви», и также она, конечно, будет полезна молодым родителям. По этой книге есть взаимные продвижения с другими нашими авторами, в частности, в блогах «Слип эксперт» и «Ложка меда», то есть Наталья Преслер. Предисловие к этой книге, вот самое главное, написал, в общем, «Живой классик» Владимир Леви. Вторая книга, «Обложка только готовится», выйдет она в конце декабря. Книга известна, в общем, раньше издавалась под названием «Любить не значит зависеть». Сейчас мы поменяли название, я полагаю, сделали его более понятным. Теперь книга называется «Когда любовь – это больно, как отличить любовь от зависимости и выйти из токсичных отношений». Ну, я думаю, опять же, по названию понятно, что эта книга для читателей, известного бестселлера, женщины, которые любят слишком сильно, ну и для всех, кто хочет разобраться в том, что же такое любовь. Книга, опять же, как понятно из названия, о том, как распознать токсичные отношения и выйти из них с минимальными потерями. Автор известный, испанский психолог. Интересно в этой книге то, что она привлекает свой опыт, она рассказывает свою историю выхода из созависимых отношений и последовательно демонстрирует читательницам, как понять, что вы находитесь в созависимых отношениях и как из них выйти, вот там, начиная от понимания, что происходит, и кончая тем, как часто контактировать с объектом своей зависимости в случае, если у вас есть дети, нет детей. Ну, в общем, такая тоже очень практическая, применимая, понятная инструкция. Значит, следующая книга из раздела, ну, просто популярная психология, психология для всех. Книга, опять же, как понятно, как становится ясно, да, из названия, она называется «Пойми меня, если сможешь, почему нас не слышат близкие и как это прекратить?» Книгу достаточно высоко оценило профессиональное сообщество в США, собственно, там, в конце книги на какое-то достаточно большое количество страниц отзыва специалистов и авторов бестселлеров по психологии, она для всех, кто хочет, кто стремится к эффективному и комфортному общению. Ну, то есть, если сравнивать ее с существующими книгами на рынке, с самыми известными, это для читателей, как завоевать друзей и оказывать влияние, завоевывать друзей и оказывать влияние на людей, Корнеги, ну, и других книг об эффективном общении. Если совсем коротко, то книга помогает освободить отношения, любые, будь то отношения с коллегами, с друзьями или с партнерами, от груза недосказанности. То есть, вот нам кажется, что мы все проговариваем, но очень часто мы восклицаем, ну, общаясь даже с самыми близкими. Ну, как можно было это вот, вот это не понять? Ну, это же очевидно. Вот почему что-то очевидное для нас вдруг оказывается непонятно нашим близким и друзьям? И как с этим быть? Что нужно проговаривать? А что, в общем, о чем можно умолчать? И как сделать это проговаривание не странным, не формальным, а комфортным и продуктивным? Вот об этом книга «Пойми меня», если сможешь. И, кстати, да, книга, конечно, содержит упражнения и, в общем-то, достаточно понятно, описывает как с этим невысказанным быть и как его высказывать. Так что всем было хорошо и удобно. Ждем публикацию «Психологис» в середине этого месяца книги. Ну, и последняя книга в этой презентации позволила себе изменить стиль оформления слайда, потому что книга отличается очень сильно от всех, о которых я рассказывала. книга для читателей «Кафе на краю земли». И, в общем, так ее позиционирует и сам издатель. И для всех любителей книг, где психологическая составляющая запакована в форму притчи, романа, рассказа. Сюда же можно отнести, например, Анну Кирьянову. Ну, и еще ряд книг, там, «День, когда я начала жить». В общем, я думаю, что все вы их знаете. Книга совершенно бешеный успех имела в Японии, ну, в общем, и во всем мире. Она была переведена на 14 языков, в Японии было продано больше миллиона экземпляров, книга экранизирована в 2018 году. Что же в ней такого? Значит, ну, во-первых, она рассказывает о том, что существует городская легенда, согласно которой в одном японском кафе посетителям предоставляют возможность переместиться в прошлое. Есть, ну, правда, там у них есть ряд правил, ну, и главное из этих правил, что переместиться можно один раз всего, сидя на определенном месте в кафе, и правило, которое, собственно, создает структуру произведения, гласит, что бы вы ни сделали в прошлом, настоящее не изменится. И дальше, значит, в книге рассказываются четыре истории, которые, опять же, затрагивают, ну, максимально возможное количество тем, которые трогают читателей. Это и человек с болезнью Альцгеймера, который хочет вернуться в прошлое, чтобы обсудить что-то там важное со своей женой. Это и знакомая всем тема, когда влюбленные ссорятся, сгоряча что-то друг другу говорят и расходятся, разъезжаются по разным странам, им тоже один из них хочет вернуться в прошлое, чтобы это изменить. Это и история про то, как одна сестра избегает встреч с другой, и в какой-то момент она погибает, и ей хочется встретиться, и сказать какие-то... Вот о том, зачем же люди возвращаются в прошлое, при том, что они их события, их действия в прошлом не изменят настоящее, эта книга. Да, как, в общем-то, я уже сказала, для читателей книга привлекательна тем, что вот эта мысль вернуться в прошлое, чтобы что-то переиграть и поступить иначе, она, ну, наверное, посещала однажды каждого. Ну, и плюс, поскольку Тосиказу Кавагути, то есть автор этой книги, он драматург, театральный режиссер, он очень хорошо воссоздает в деталях атмосферу этого волшебного кафе и того, что там происходит. Вот, пожалуй, все, что хотел рассказать вам о новинках конца этого года и начала следующего. Спасибо всем за внимание.